Насчет Берлоги, он ничего плохого не имел, Витка Дмитриевич. Он имел в виду, что я живу действительно сейчас не в Москве, а в очень-очень глухой деревне, которая расположена на границе Тверской и Новгородской губернии, куда только самолеты могут долететь, а самолеты туда не летают. То есть там транспорта нету, людей нету, я и один спившийся мужичок, и мы живем в этой деревне сейчас. Но зато иногда, то есть два раза в году, на несколько недель, я заезжаю в Москву, и иногда выпадает такое счастье, что увидеть родных людей и что-то спеть. Значит, я думаю, что общая такая наша дневной вечер, как бы я хотел назвать, война и любовь. Ну там будут некоторые варианты, но в принципе так, в первой части я попытаюсь петь песни, которые я довольно редко пою, или вообще никогда на бубернике не пел. А вторую часть я сделаю как бы избранной, по заявкам, потому что некоторые люди здесь знают мои песни, хочется какое-то что-то определённое слышать. Если заявок не будет, заявки можно устные, и можно там письма, здесь даже ящик целый есть, так, для заявки, для записки. Вот, и тогда я просто спою какой-то изгородный. А сейчас начнём. Первое, всё-таки Органское. Ни долго не стану, ни сон, ни лам, Я память друзей не предам. Я вижу сквозь дали дорогу завар, И наш поворот на погран. Удорил фугас, но Бог меня спас, Не знаю, чужой или свой. Над грудой брони смертва линии Я, кажется, снова живой. И дело не в том, что будет потом, Как встретят нас по чей стране. До крика «Держись!» Недолгая жизнь, Но дольше обычной в войне. Мальчишка-боец, Кому с водою нет, И взрослый усатый гамбат. Не хватит свинца, Чтоб наши сердца Живые забились не в лад. Нет, Афганистан, Ни сон, ни обман, Я память друзей не предам. Я вижу сквозь дали дорогу завар, И наш поворот на погран. Я вижу сквозь дали дорогу завар, И наш поворот на погран. А вот то, что необычно для моих, По крайней мере, выступлений здесь, В Незде Глухаря, Я вам сейчас хочу показать Несколько песен одного цикла, А именно цикла Крымско-Севастопольского. Я долго сомневался, Потому что в основном он был написан В те времена, Когда Крым считался как бы нерусским, Как бы украинским. И там, конечно, много нытья. Думаю, а что сейчас ныть-то? Все нормально. Крым вернулся в Россию. А потом подумал, что, может, Эти песенки, Которые не только я пел, И печатал в журналах, В книгах, в газетах. Но которые пели и другие, В том числе и ансамбли, Кое-какие из этих песен пели. Там, в Севастополе, в Крыму. Думаю, а может быть, Они хоть маленькой какой-то частицей были, Что подействовали на возвращение Крыма. Ну, такой крохнут частицей. Ах, какая плохая погода! Ах, какая плохая погода! Снег с дождем объявит в Крыму. Время жизни со временем года Совпадает один к одному. Дует ветер с открытого моря, Нагоняет на сердце печаль. Я давно, уже с веком, не спорю, Только мне в Севастополе жаль. Под погашенными фонарями Над Приморском бульваре стою. Мы порой в Севастополе теряли, Но впервые вот так не в бою. Малоросы и великоросы Мы забыли, что русские мы. Снег с дождем, роковые вопросы, И последние в бухтах демы. Освобедший орел над волною Смотрит мутно дождливую дару. Разве важно, что будет со мной? Только мне в Севастополе жаль, И не важно, что будет со мною. И только мне, с Севастополе жаль. Вот, ну и в те времена было не все уж так страшно, печально. Спасали, как всегда, Женщины, девушки, любовь. Хотя вот у меня как-то, Хотя очень много связано с Севастополемой страной, Удачной любви там не было. Но неудачных, но памятных было много. Вот одна из таких песен про такую любовь Называется «Гераклейский романс». А почему «Гераклейский»? Потому что в Крыму, вот сам полуостров, Но там в Крыму есть еще и Гераклейский полуостров. Это та часть Крыма, Которая начинается с окраин Севастополя, Идет на юг, Балаклавия и так далее. Там такие очень крутые скалистые берега. Итак, «Гераклейский романс». Сейчас панк отнесается. «Гераклейский романс». Море синие, скалы белые, И зеленая трынь трава, Губы алые, неумелые, Поцелуи ведь не слава. «Гераклейский романс». С Гераклейского полуострова Вдали дальние намуты. Крысера плывут, тянут острые, Треугольные бурны. А дымы струк, желто-серые, А гасания губ как ожог. Я влюблен в нее, Или верую, что влюблен в нее, Видит Бог. Ничего у нас не получится Сверхотчаянных скаленных встреч. Будет мучить других и мучиться, Буду фото ее беречь. С полуострова Гераклейского, Где кончается Красный Крым, Я вернусь в Москву и Удейскую, Рейсом номер шестьсот вторым. А в Москве уже окна вылили, И не видеть мне на ялу. Скалы белые, Море синее, Гераклейскую трень-траву. Скалы белые, Море синее, Не работает Гераклейскую трень-траву. Аплодисменты. 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 Сейчас посинем. Хотя я могу и так. Ну и так, с дочкой. У меня тоже. Ой, птичку. Нет, подождем, может, сделаем. А тут делаем. Нельзя мне было петь, Какая Москва. Да. Ну вот, почти за работу. Вот, в 1920-м году, не с Крыма, но в основном из Севастополя, уходила, так называемая Белая Армия, туда, в Турцию, и дальше. И вот, в 95-м году, я, только что уволившийся из армии, советский полковник, коммунист, я как бы повторял движение вот этого флота, который вывозил из Севастополя Белую Армию. Мы вышли на корабле в море и так далее. И подумал, что это была большая трагедия, а если кто помнит, кто постарше помнит, в 90-х годах мы сами были в такой ситуации, что для нас уже не оставалось стороны, там и в такой очереди. Вот я написал такую письмо, называется «Русское море». Почему «Русское море»? Потому что «Черное море» носило несколько разных названий, в том числе и «Русское море». «Русское море» «Нам опять уходи» «Наше русское море» «Из неправой страны» «Из неправой страны, «Из неправой страны» 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 Уходить в наше русское море Из неправой страны, что отчизной была Нам опять поднимать в одиноком просторе На грот стенках не сдавшиеся в им дела Кстати, эту песню потом поставили в какой-то документальный, публицистический фильм о белой эмиграции И хотя редко, но его показывают по телевизору Может кто-то из вас наткнется на эту песню, она там звучит Еще продолжаю немножко севастопольский цикл Девочка-Яна Огонек на скале, на германе, потускнев растворился во мгле Вспоминаю о девочке пьяной, вспоминаю о крымской земле Как легко говорилось и петь, как спокойно смотрелось в упор Как уместна была ваша смелость, как неловок был мой разговор Мы расстались пред зимем туманом на скалистом крутом берегу Вспоминаю о девочке пьяной, потому что забыть не могу Перед вами виниться не буду, да, и не в чем виниться, увы Не просто воспринимаю как чудо, что за мной дели песенки вы Вы повязка на свежие раны севастопольского бытия До свидания, девочка-Яна, ни судьба, ни любовь, ни моя Огонек на скале, на германе, потускнев растворился во мгле Вспоминаю о девочке пьяной, вспоминаю о крымской земле Кстати, потом, лет через 10-15, кто-то из молодых военных журналистов Оттуда мне рассказал, девочка-Яна стала офицером Черноморского флота Уже была капитан-лейтенантом, сейчас, наверное, капитан какого-то ранга Если уже не увалилась по старости в запасе Моя любимая песня о Севастополе Называется «Останься в живых, Севастополь» Под графскую пристанью шопа Глубокой зеленой воды Еще далеко Севастополь До нашей последней беды Еще им германские тропы Полынью не все заросли Еще ты стоишь, Севастополь По краешке русской земли Еще им германские тропы Полынью не все заросли Еще ты стоишь, Севастополь По краешке русской земли Над северином Европой Холодные льются дожди Останься со мной, Севастополь Пожалуйста, не уходи Успышен отчаянный робот Листвы осенним ветру Останься в живых, Севастополь Иначе я тоже умру Успышен отчаянный робот Листвы осенним ветром Останься в живых, Севастополь Иначе я тоже умру И в завершение этого крымско-севастопольского цикла Одна песня, которая уже в другой тональности Недавно все изменилось Изменилось хорошо И стала писаться уже по-дорогому Песня называется «Маша и Коктейбель» Но Коктейбель тоже в Крыму На парочку недель уеду в Коктейбель Привет тебе, родная Кемелья Песня «Маша и Коктейбель» Холодно да брен, Жестка моя постель Зато под боком сладко спит Мария Ах, Машенька, проснись Вокруг бушует жизнь В крибой блещет камни самоцветы Вверху такая высь Вдали такая близь Почти как наша близость Но здешние края Недолгая моя Дорога до нас проснуться И обняться Кончается апрель Люди не видят, как к тебе Безсонным становясь Как за границей Есть наша в жизни цель На парочку недель Поехать, как к Коктейбель Пока нам спится Есть наша в жизни цель На парочку недель Уехать, как к Коктейбель Пока нам спится Ну а теперь возвращаемся К главной теме Любовь и война Песня, которую я очень редко пою Не из-за того, что она плохая Но мне очень нравится Она грустная Война и любовь Быть мог Смерть уже Стоит Дорик И утром Мы всегда Раздавимся С тобой И все-таки Любовь Останется Любовью И все-таки Война Останется Войной И все-таки Любовь Останется Любовь И все-таки Война Останется Войной Распахнут окном Ветрами Гендук Гендук Моя И все-таки Война Гендук На нынешней Безголовь Капитан из Бадахшавы Он дошел до Файзабада и навек остался там Пусть подпиленные пули воют около плеча Порткомиссия в Кабуле объявляет строгача А за что? За то, что строго запрещает пить корабль Только он-то, слава Богу, наш советский капитан Он живет не по исламу, у него одна жена Он порой про Божью маму говорит, как сатана Он сунита и шиита от бревна не отличит Ну хватил какой напиток, не дерется, не кричит Так скажите, Бога ради, в чем виновен капитан То, что служит войсабаде на Нагорье Батахшавы Я еще очень доволен, сегодня несколько ребят присутствуют Меходнокашников по военно-инженерной академии Дзержинского Которые мы курсантами Тогда учились офицеры и курсанты нас, мальчики называли после Школы или из институтов и прочее Вот 40 лет назад мы и закончили Академия была интересная И у нас казарна была первая на Софийской набережной Тогда она называлась Набережная Мариса Терреза Обродив Кремля И рядом с нами тогда, ну не рядом, но на этой же набережной Неподалеку было Английское посольство Сейчас вы куда-то перейдите, не знаю куда А в тылу этого посольства Англии, Великобритании Там был так называемый сквер Репина Но если кто-то представляет, это нынешняя такая болотная площадь А у нас там в этом сквере Репина, на этой болотной площади Была утренняя зарядка, там форма номер три или два, не помню, там с голым торцом Ну а вечером мы там иногда назначали свидание Вот песня об этом называется А в что-то место, ну, Болотная площадь, Замоскворечья Песня называется Замоскворечья В тылу посольства Великобритании Где долинный сквер, скамейки и фонда На первые курсантские свидания Я приходил прекрасно, юный пьяный Близ памятника живопису Репину Скальничка стояла в темноте Волнительней не помню и нелепее свиданий в жизни, чем свидания тем Московская, холодная, халёная Девчонка издевалась надо мной Чтоб через час прикинуться влюблённую Перед казарменной проходной Ей нравилось, наверное, многолюдию Хмельные голоса со всех сторон Эй, девочка, с какой-то киностудии Братан, отдай её в наш батальон Не знаю я, с какой-то киностудии Отдам тебя в соседний батальон Тогда со страстью, будто в самом телешной Она приподнималась на носки Закитывал я на мою шинелишку Две белых гор настаивы к руки И прижимал из бёдра неупругими И целовала в губы, не стыдясь Чтобы юнцы военные с подругами Завидовали, видя нашу связь Я иногда хожу за москворечья Сажусь на ту скамью, когда пустая И вспоминаю, будто вспомнить нечего Её перед казармой устал И вспоминаю, что ж не вспомнить нечего Её перед казармой устал А вот такой неожиданный поворот любви Но не в прямом смысле я очень любил лошадей Ну, в смысле верховых лошадей Ну, стакань, я скажу, но лошадян И много занимался с пограничниками А ещё в моё время было немало застав горных Особенно, где были лошади Делал фильм большой для центрального телевидения О лошадях, которые служат в армии И однажды с кавалеристым полком, который стоял в Москве Валабином, его иногда называли полк имени Бондарчука Потому что его создали для съёмки фильма «Война и мир» А потом так и остался И вот однажды мне удалось с этим полком И потом сделать дневной марш То есть во время светового тяны Прошли больше ста километров А шли на съёмки фильма «Первая комната» Туда, в район Верии и подальше Ну, это было интересно Когда идёт целый кавалерийский полк Тут сбегался народ Там дети за нами бежали, бежали, кричали Там люди выходили, женщины и так далее После этого он написал песню, которая называется «Эскадрон идёт пыля» Эскадрон идёт пыля В белой вене трензеля Собираются девчата, расступаются поля Собираются девчата, расступаются поля Головные, не ленись Ну-ка, вот, ну-ка, рысь Разберёмся на привале, с чьими, чьи глаза сошлись Разберёмся на привале, с чьими, чьими глаза сошлись Черноглазая страда Смотрит словно на брага Целый день с ней терк designers, чтобы вечером стака Целый день с ней теркiają, чтобы вечером стака Скореглазая юний парс Всё пошло бы в критий в гость Целовались бы все время, спали много бы, но брось. А вот синеглазая вполне подошла бы нравом мне, Отношения прояснили бы за часок наедине. Так что, головные, не ленись, ну-ка, подану корысть, Разберемся на привале, с чьими-чьими глаза сошлись. Разберемся на привале, с чьими-чими глаза сошлись. Вот, у меня песня была назначена, записана, так сказать, раньше, чем я увидел этого человека. Сегодня у нас присутствует легендарный военный хирург Владимир Хоменко, Который мы сегодня вручали еще. Правильно? Аплодируйте еще раз. Он спас очень много людей, и афганских, и не афганских, был хирургом, травматологом. Работал в ЦИТО, и не только в ЦИТО, но и в Агане, естественно, да. Но про него я могу очень долго рассказать. Песня не про него, но про военного врача, называется «Врач». Вообще, написал ее благодаря тому, что мы тоже присутствуем здесь, Вадимом Сергеевичем Акуловым. В то время он был собственный корреспондент «Правда» в Афганистане, а я туда приезжал только на недолгий коммунтерн. И вот однажды мы с ним поехали через перевал Саланг, на встречу какая-то наша броневичок подбитый уже, но все-таки еще езжущий. И там оказался интересный человек, который ехал в эту броневики. Вы очень остальное все поймете из песни, она называется «Врач». Переезжаем в Саланг, горы и слева, и справа, Но обочине танк, то под горою застава, Ветер пары, но не бьет, мы не торопимся, чтобы Не проморгать гололед и не заехать в сугробы. К этому часу уже за ночевали колонны, Скрутились, как в гараже, дуло направив на склоны, Все изменилось внизу. Трасса, природа, погода, Мальчим из метели в грозу, Рухнувшую с небосвода, Мулнии плечи, стучи, Кровь сотрясает равнину, Наш прожекторный луч Сузился над половиной, Ветер пропитан насквозь, Пред ощущением тревоги Гнется растущая в козь, Дерево возле дороги, Но разгорается вдруг Зарёв встречного света, Что тебя брозит, друг, В гонку опасную эту, Мы, бронегрубом почти, Два боевых БТРа, Здесь в одиночку идти, Самое крайнее мерам, Справа, товарищ, смотри, Справа за вспышкой, вспышка, Но подожди, не гори, Мы уже близко, мы близко, Ты поработай в ответ, Духи не любят работы, Да выключи родненький свет, Ну что же ты медлишь, ну что ты? Вырвался из-под огня, Броневичок с капитаном, Похоронили меня, Рано, товарищ, Рано, В столбовись рос на броне, Вытянул руку с часами, Я бы их сбил, Только мне, Краненом, Вы уж сами, Я, как вы поняли, Братщик, Вот и лечу, Не стреляю, Ладно, ребята, Удачь, Всыпьте, Я умоляю, Скорая помощь гони, С вылетелешки БТРа, И кормовые огни, Дымом окутало серым, Даже гроза в небесах, Даже засада пред нами, Но были врачи на часах, Все остальное мы сцами. Так, ну, вот еще одна, так сказать, Песня имеющая отношение к газетной работе, Называется она «Песенка репортера». Не совсем понятно, почему я пою, Поэтому я ее поясню немножечко. Дело в том, что я 10 лет проработал Специальным военным корреспондентом «Правда», А потом получилось так, В результате ряда скандалов, Величезда, хулиганства, Все прочее там, Что меня перевели куда-то, Но перевели как бы с повышением. Я стал заместителем редактора «Правда» По отделу информации. Сочи-то. Попал даже на мемблатуру, Какие-то специальные больницы и так далее. Ну и, короче говоря, отвечал за внутреннюю уже информацию, Ну, в том числе, даже иногда часть внешней, Которая имела отношение на какие-то внутренние дела. И вот поэтому песня называется «Песенка репортеров». Рекорды бьют или прохожих, Откроете газетный лист, Официально подоложит оперативный журналист, Придет, услышит и запишет, Мой едет, сверит, передаст, Где пробудилась в доме крыша, Где обнаружен углепласт, Где педилетку за три года, Где с конфискацией пять лет, Где в речку бросили отходы, А где уже и речки нет, И свиноводство в коннотопе, И наводнение в Баку, И положение любви в Робе, Ты должен выплавить в строку. А у тебя жена и дети, Из Магадана школьный друг, Одних одеть, другого встретить, И не грошав в кармане брю, Висит строгач за опозданием. И за зеленое вино, И три отложенных свидания, С актрисой театра и кино. Но свиноводство в коннотопе, Но наводнение в Баку, Но положение в Бробе, Ты должен выплавить в строку. Грустная песня из грустного цикла 93-го года. Нас опять предадут и подставят под русские пули, Вас опять предадут и заставят стрелять по своим. Мы встречались, как братья, В Гаване, в Ханоле, в Камуре, А недавно в Москве Расстреляли друг друга сквозь дым. Виноваты ли вы, Виноваты ли мы, я не знаю, Выполняли приказы, Себя не жалели в бою. Мы по жизни идем, Как идут по переднему краю. Мы стоим за Россию И, значит, стоим на краю. Рынем в вагон из плеча, Поднимаем к виску пистолеты, Но куда нам уйти? От армейской несчастной судьбы Остаемся в строю, Чтобы Русь отыскала ответы, Примеряем знамена На ваши и наши гравы. Нас опять предадут И подставят под русские пули, Вас опять предадут И заставят стрелять по своим. Мы встречались, как братья, В Гаване, в Ханоле, в Камуре, А недавно в Москве Расстреляли друг друга сквозь дым. Песня называется Дорога в Кабул Я человек везучий, Но, покидая дом, Беру на всякий случай Нож, пистолет и лом. Избок прохли шкапелью В неласковый момент Я прибыл на рассвете В штабу круга в Ташкент. Сказали, Коль везучий Марч на аэродром, Беру на всякий случай Нож, пистолет и лом. А не дали талон, Без взятки про парад, Пришлось лишиться лом. Зато слетел с утра. Летели до термеза, Там звери в огрансе, Нельзя везти железо, Так это ж нож, отцы. Но выгрузили сразу И заперли в барак, А вот он нож, зараза, Слетели только так. В Кабуле чимпачино Я с борта на зимскок, Как вдруг три дурачья Стволами тычут в бок, А ну-ка сдай оружие, Фасонить будешь тут, Тебе оно не нужно, Тебя и так убьют. Я понял, что с Лубянки Я отдал им ПМ Юхване и Юхванке За мир, Фрэнша, Салам! Так, смотрю оперативное время, Мы пока идем на руках. Несколько песен Из, так сказать, Более близких к нам войн. Вот, например, Война 08-08-08 Это когда было в Южной Осетии, А песня моя об этом называется, Как ни странно, Песни о Грузии. Что за странная надпись на Гильзе В Осетинском сожженном селе? Миральные воды Лагильзе На царапах, как на стекле. Да, я помню, Проспект Русталей Им тацминду над ним и куру, И в друзей с кем духанок шумели, Отпеваясь водой поутру. Этой самой водой минеральной Из бутыли висящих вердном. В тихой лавочке, Что до центральной, На проспект выходило окно. А какие там были сироты, Вкуса меда и цвета зарин. Это, господа, не Европа, Это Грузия, черт побери. Это, господа, не Европа, Это Грузия, черт побери. Разве мы не любили друг друга, Наших предков и наших святых? Разве мы не вспомнили по кругу Строгой песен, наивно простых? Только страну в лесной границе Под огнем, опасаясь, пристать. Минеральные воды логинзы На задымленной гильзе читать. Минеральные воды логинзы На задымленной гильзе читать. А вот песня о времен Чеченских войн Называется «Военный Кавказский Тарамас». Здесь, на войне, в горной стороне Вспомнился мне сад при луне В этом саду, в дальнем году Ты меня ждешь, я тебя жду Горы в огне, грудь на броне Словно во сне, жизнь на войне Все на песке, на волоске Если б не сад, там вдалеке Взрыв прежду, смерть обойду В этом маду не пропаду Только бы мне здесь, на войне Не подзабыть сад при луне Здесь, на войне, в горной стороне Вспомнился мне сад при луне В этом саду, в дальнем году Ты меня ждешь, я тебя жду А вот песня, которую я, в общем-то, Уже объявил на торжественной части Но хочу сказать, что Она, конечно, посвящена не только Виктору Дмитриевичу Жобову Которую мы тогда провожали К новому месту службы В городе Ленинград Тогда еще слава, да, отставая на ноль И всем нашим советникам А здесь еще присутствуют советники Семья советников Песня называется «Солик» Он сядет на поезд хороший Уедет служить в Ленинград Он хочет не думать о прошлом Как и годы четыре назад Не сбит от колесного стука Хоть на ночь попил не чайку В окошках усталился жуком Соледник в афганском полку Он помнит, он помнит туда-туда Когда в роковом декабре В полку взбунтовали солдаты И ждали его на дворе И вышел военный советник Небрежно ремень-дереган А там под ремнем пистолетик Девятый патрон на себя Глаза опускали сарглазы И пятились по одному Советник страшнее приказа Они подчинились ему Своим пистолетиком малым Сарбазов погнал он вперед Туда, где за каждым дувалом Мятежный скорочил пулемет И шли, прикипаясь от страха Судьбу проклиная, но шли Советник страшнее Аллаха Когда он из русской земли Так что ж ты, советник, не весел В экспрессе Москва-Ленинград Мир тот же из крови и песен Как года четыре назад Не ты уезжаешь в разлуку А мы с тобой разлучены Спи, Виктор Дмитриевич Жуков Советник советской страны Спи, Виктор Дмитриевич Жуков Советник советской страны Аплодисменты Спасибо Тебе спасибо, что есть А что я Был бы ты, а песенки всегда будут Так, у нас осталось где-то пять минут Хорошо бы, конечно, закончить Для тех, кто был, как будто свет Ну что ж, ты Вернусь немножечко Записочку передали Записываю на второй части Под шкором снаем Под дорогой оруем Идем, батальем Военные люди России служить Вот солдатская доля Судьбу положить за нее Среди рандного воя В похоронном строю Ряды по ряде Дорогу свою Не все догрепели России служить Вот солдатская доля Судьбу положить за нее Среди рандного воя Летят Россиарат Все ближе их нити Ну что ж, не пора Ребята, не ждите России служить Вот солдатская доля Судьбу положить за нее Среди рандного воя Пусть мне не дано Дожить до победы Приду все равно По вашему следу России служить Вот солдатская доля Судьбу положить за нее Среди рандного воя Ну и закончим первое деление Примерно тем, чем мы начали Все-таки еще одну песню Севастопольского крымского цикла Называется «Русалка» Но в ней тоже почти все правда Кроме хвоста Белый парус Черном море Над зеленой водой То ли счастье, то ли гоня Мне с такою молодой Черноморская русалка Даже губы соланы С нею шат камни и валка На волне и без полны У нее косок победра У нее высокий рост У нее красивый, твердый Но немного длинный хвост У нее глаза, как море И как солнце чешуя То ли счастье, то ли горе Что она почти моя Мачта гнется, словно тополь Парус рвется, как крыло В легендарный Севастополь Нашу яхту занесло Пристань Графскою свалили Стенку минную снесли Бриг Меркурий утопили И другие корабли А потом Галичина по большой-большой морской И при кортиках мужчины Вслед глядели ей с тоской Черноморской, наверное Говорили, не таясь Ах, какие нужны нет Чтобы иметь такую связь Ах, какие нужны нервы Чтобы иметь такую связь Белый парус в черном море Над зеленой водой То ли счастье, то ли горе Нет с такою молодой Черноморская русалка Даже губы сланы С нею шатка, мне и палка На волне и без волны Спасибо!